Сергей Саратов. Здравствуйте, как это разбивать Ореши? Там кино есть, вот как быть-то? Брат мой дорогой, ты волшебник, можешь взять вот сейчас, я обращаю железу у Юрия, можешь взять сейчас ссылку, я разбиваю Ореши, вот это кино, вот здесь вот прямо влепить, и пусть Сергей Саратов посмотрит, как это разбивать. Представляете, я сейчас на пальцах на все беседу, а там сразу, вот, а вдруг сможешь это, а может быть ты и не слышишь нас, все бывает. Так, Алексей Клипец, спасибо за урок, у меня первый. Ну, я скажу на всякий случай, Сергей, итак, большой чурбан, то есть этот самый, бревно, не бревно, а как-то, полено, полено, такой вот, в центре там как раз было немножечко и выглубление, под ударом оно само расширилось. Вот буквально ставишь туда, спасибо тому, кто научил меня, благодарен очень, только сейчас не знаю кому, ставлю торчком этот мажорский орех, причем острым концом вниз, и бью, 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 и что интересно, он не выпрыгивает, он так как бы прилипает, прям уже второй рукой не держу. То есть ударил пару раз, вот так вот бью, бью, даже не придерживая его. Вот, и все, он, появляется такое чувство меры, вот он раскалывал своих кусков, взял вот так, и вот они достать все, я даже не знал, что он столько макетин, пока меня не научили. Вот, вот так объясняю на пальцах, а если бы мой брат смотрит, сюда вставите. Неделю-две назад мы с ним фильм подготовили такой. Так, Алексей Клепец, спасибо за урок, у меня первый. Кто учил первый раз, что ли? Ну, поздравляю. Значит, нашего полку прибыло. Так, не рассыслал торчком, поделитесь способом. Ну, в общем, как мог, Сергей объяснил, да, торчком? Уважаемые садоводы, пишет Виктор, если у кого-нибудь положили на опыту, а в конце вишни, селесни слева, подскажите сроки. Спасибо. Так, значит, я уже сто раз говорил про это, и на предыдущем вебинаре говорил. Валерий Константинович, прокомментируйте мой случай. Может, кто-то другой еще в свои сроки подскажет Виктору. Вот он не ко мне обращается. Валерий Константинович, прокомментируйте мой случай. Два года назад посеял котики черешни Боднера. Несколько взошли, у нас прошло пять сеянцев. И один из них, как у вас пошли, а вы спрашиваете совета про черешню, а у вас получилось. Один из них выделился крупным листом, размер с ладонь, а у других лист мелкий. Что из них может получиться? Есть у вас опыт таких наблюдений? Да, есть у меня таких наблюдений. Опыт. Объясняю. Итак, мои, в данном случае наверняка вы имеете в виду мои косточки. Больше никто их не рассылает, если речь о том, настоящий черешня. И зря у вас один крупный лист, а вот как вы написали, да? Вот. Что получается? Чуть ли не та же самая закон Менделя. Но не в чистом виде. В чистом виде, в садовозе закон Менделя не действует. Вот. Смотрите, значит, у меня был случай такой, когда у меня заплодоносили черешни, но я их прививал на вишню северскую штабовую. И тогда у меня был соблазн продавать саженцы. А что, прививки хорошо получились. Первый раз я попробовал, набрался наглости. И первые пять вишен, нет, черешен, привитых на вишню в виде однолетних саженцев. Вот. Ну, почти такие же, как вот сейчас. Где вы были? Тут совсем недалеко есть фотография. Вот. Вот, видите? Вот. И вот, видите, сколько уже веток на прививку? Здорово. Так вот, я пять таких саженцев новому русскому продал, который в конце Красного хутора и построил дом. Вот. Это был мой позор, потому что мужик, ну, мягко говоря, мои доводы он не слушал, я оказался чуть ли не врунду. Все пять черешен. Вот, плюньте мне в глаза, если это вишня. Вот. Все пять черешен, пересаженные к нему, на следующий год прижились. Вот. Но три из них оказалось вишнями. Это один пример. И второй пример особый. Вот. То есть, видите, какая разница, что они могут превращаться друг в друга. Второй пример. Я взял, это было чудо и чудес, с вишней, которая называется вишня сибирская штаба, с генами черешни. Черешни на вишне погибли. Вишни стали чуть-чуть крупнее и слаще, чуть-чуть. А лист обычный вот такой вот. Вот такой. Я взял и черенки подарил Чернобаеву. Чернобаев меня зовет, говорит, у меня случилось чудо. Когда я к нему приехал, у него все три прививки оказались вот такими. Чисто черешни. Но я ему давал вишню. И он знал, что я даю вишню. Генами черешни. Это второй случай. Получилось как? Одну из них, трудно запомнить, выделился вырастить в трехведерном бачке. Как он его погрузил в машину, не знаю. Как довез, не помню. Выгрузили эти трехведерные бачки. И я его посадил с комом, трехведерным комом. Вот такие вот я, нетронутые, я посадил. А и фотографии есть. Вот такие же. На следующий год была вишня у меня. Я в панике звоню ему. Он говорит, у меня тоже стали снова вишнями. Вот вам второй пример. И третий пример, но положительный. Итак, Ленинград. Есть фотографии. Высылал я опять веточки вишен с генами черешни. Получилось одно дерево. Чисто черешни. А вторая вишня, но плоды огромные, еще крупнее моих. Помните там петелевую углевую монету? Я вам подогнать пока. Вот три примера у меня. Мало. Но давайте теперь вернемся, как там у нас был разговор. Вот сейчас посмотрим, где мы были еще. Еще вернуться надо. Ага, вот. Давайте еще раз посмотрим. Что может получиться? Получается, что у него одна размером с ладонь, у других лишь мелкий. Но, да, Мендель постарался, все претензии к нему. А что вы хотите-то? Косточки черешни. А пылил-то кто? Догадались? Вот. Что интересно, пусть это литературное, ну у нас учеба, поэтому я так говорю подробно. Это литературные данные. Я им не всегда доверяю. Но одно из них было так. Когда вы садите вишневый сад, садите обязательно черешни. Когда вы садите черешни в сад, рядом садите вишню, потому что вишни опыляют черешни лучше, чем черешни черешню. Для меня знаешь, что такое вишня черешни? Вишня это чуть-чуть более дикий вид, а черешня чуть-чуть более избалованный вид, более, как сказать-то, более цивилизованный, но избалованный. Не зря же черешня замерзает там, где вишня мороз по барабану. И что получается? Вот растет черешня, рядом черешня, рядом вишня. Кто должен опылить? А давайте вспомним кинологию. Давайте вспомним, как дикая собака, она всегда культурную собаку и загрызет, и ее подружку какую-то уже породистую, извините за выражение, случит. Получается, что когда рядом будет расти вишня с черешнями, можете не сомневаться, они настолько близки, ведь я привел три примера перехода с одного в другое. Причем без середины. Никаких тебе этих самых гибридов, типа половишня-получерешня, никаких дюков, а сразу то ли то, то ли то. И получается, мне нравится тот пример, я редко ссылаюсь на науку, но если мне было написано, там я это подверг, у меня же все в куче растет. И теперь отвечаю на ваш вопрос окончательно. У вас один крупный, пока будет черешня. Заметьте слово «пока», а четыре с мелким листом тоже «пока». Значит, ответа на этот вопрос пока нет. Ждем, Виктор. И надеюсь, что мы еще пройдет еще несколько лет, мы будем так же дружить. И вы скажете, да, получилось с вишней черешни, с черешней вишня, а может быть и дюк. А дюк – это вишня-черешня гибрид. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok